Глава 5. Подзаголовок 8. Переход ООП к тактике международного террора. Одной из целей палестинского террора был захват заложников, в обмен на освобождение которых ООП требовало выпустить из израильских тюрем осужденных террористов. Израиль не уступал шантажу и последовательно отвергал требования ООП. Террористы, принимавшие участие в захватах заложников, уничтожались. Со временем лидеры ООП пришли к решению перенести свою террористическую активность на международную арену, где они могли рассчитывать на «большую гибкость» иностранных правительств и более благоприятные тактические условия. В качестве самого удобного объекта для террористических нападений были избраны воздушные линии, связывающие Израиль с внешним миром. Компания воздушного террора началась в 1968 году, когда самолет израильской авиакомпании «Эль-Аль» был угнан в Алжир. Вскоре после этого был захвачен самолет «Эль-Аль», следовавший рейсом из Лондона. А затем на аэродроме в Цюрихе подвергся террористическому нападению еще один израильский лайнер. Японские террористы, действовавшие по поручению ООП, совершили нападение на израильский аэропорт в Лоде, убив при этом десятки иностранных паломников, прибывших на Святую Землю. Когда Израиль разработал эффективную систему защиты гражданских авиарейсов, ООП переориентировалось на самолеты иностранных авиакомпаний. В Иордании были взорваны американские самолеты, а затем палестинские террористы захватили авиалайнер бельгийской компании «Сабена», следовавшей рейсом в Израиль, 1972 год. В то время я был офицером израильского спецподразделения, осуществившего освобождение заложников. Эта сложная операция блестяще удалась, хотя нам пришлось импровизировать и на месте выбирать штурмовые средства. Со временем в Израиле были разработаны эффективные и продуманные методы противостояния террористам в случае захвата заложников. Наученный горьким опытом террора, Израиль смог сделать собственный международный аэропорт и национальную авиакомпанию «Эль-Аль» практически неуязвимой для нападений террористов. ООП была вынуждена выбрать себе новую цель. В 1976 году палестинские боевики захватили над Европой самолет французской авиакомпании «Эр-Франс», следовавшей рейсом в Израиль. Самолет был угнан в Уганду на аэродром «Эн-Тебе». Угандийский диктатор Иди Амин гарантировал террористам безопасное убежище и защиту своей армии. Террористы выпустили на свободу пассажиров неевреев. А 106 еврейских заложников были сосредоточены в старом здании аэровокзала. Израиль оказался перед лицом ультиматума. Если террористы, находящиеся в израильских тюрьмах, не будут выпущены на свободу, заложников расстреляют. В ходе беспрецедентной воинской операции Цахал перебросил по воздуху в Уганду, находящуюся на расстоянии более 3000 км от Израиля, своих отборных бойцов, которые уничтожили террористов и помогавших им угандийских солдат. Заложники были освобождены. В ходе этой операции погиб мой брат Йонатан, командовавший штурмовым израильским отрядом. Операция «Йонатан» – такое официальное название она получила впоследствии от израильского правительства – стала решающей битвой в войне против международного терроризма. Рейд в НТБ вдохновил западные спецслужбы на проведение серии дерзких антитеррористических акций. Менее чем через год после операции Йонатан голландские спецподразделения предприняли единовременный штурм поезда и школы, захваченных южномулукскими террористами. В результате этой операции были освобождены 160 заложников. Несколько месяцев спустя немецкая спецгруппа освободила 86 заложников, находившихся на борту самолета, угнанного в Сомали иранскими террористами. В 1980 году британские спецслужбы успешно освободили здание иранского посольства в Лондоне, находившееся в течение недели под контролем террористов. Случаи угона гражданских самолетов и захвата заложников стали постепенно более редкими. Краткий всплеск террористической активности в этой области наблюдался в середине 80-х годов. ООП оказалось перед необходимостью изыскания новых методов террора. С самого начала своей деятельности ООП охотно сотрудничало с другими террористическими группировками и организациями. При этом ООП вовсе не являлась одной из террористических организаций. Она была средоточием и воплощением международного террора новейшего времени. ООП довела до совершенства искусство шантажа и запугивания. Она установила прецедентные модели таких терактов, как захват самолетов с заложниками, взрыв пассажирских авиалайнеров в воздухе, убийство дипломатов, школьников, спортсменов и туристов. Другие террористические организации охотно заимствовали опыт ООП и подражали методам палестинских террористов. Однако связи ООП с неарабскими террористическими организациями вовсе не ограничивались тем, что ООП служила им моделью для подражания. С начала 70-х годов и вплоть до 82-го года, когда Цахал вышвырнул палестинских террористов из Бейрута, государство ООП в кавычках в Ливане служило убежищем и базой подготовки для террористов всего мира. Самые разнообразные экстремистские группировки действовали из Ливана. Через тренировочные лагеря ООП в районе Тира и Сидона прошли террористы итальянских красных бригад, немецкой группы Баадер-Майнхоф, ирландской республиканской армии, японской красной армии, французского прямого действия, турецкой освободительной армии, армянской группы Ассала, иранской революционной гвардии, экстремисты со всей Латинской Америки и германские неонацисты. Из осиного гнезда ООП в Ливане террор распространился по всему западному миру. Во многих случаях террористов поддерживали арабские правительства, иногда коммунистические государства советского блока, до тех пор, пока разоблачение этих связей не вынудило Кремль сократить масштабы сотрудничества с террористами. Но какое воздействие имела эта кампания на Израиль? Разумеется, ООП стремилась доказать, что каждая ее операция причиняет огромный ущерб еврейскому государству. Так, например, в 1989 году, после высадки террористов из группы Абу Аббаса на пляже Ницаним в районе Тель-Авива, было объявлено, что в ходе этой операции были убиты и ранены около 500 израильтян, и что израильскому туризму нанесен прямой ущерб в размере 5 миллиардов долларов. Группа Абу Аббаса, Палестинский фронт освобождения, входит в состав ООП, а сам Абу Аббас являлся в 1989 году членом исполкома этой организации и помощником Арафата. В действительности, дело обошлось без единого ранения и без сколько-нибудь ощутимого ущерба. В конечном счете террор ООП причинил Израилю очень незначительный ущерб. Количество жертв террора несопоставимо с теми потерями, которые несет государство в открытой войне. За 30 лет палестинского террора были убиты несколько сот израильтян, в то время как общие потери Цахала в войнах Израиля составляют около 19 тысяч человек. Таков результат «холодного подсчета» в кавычках, но мы не должны забывать, что каждый убитый – это целый мир во всем его многообразии. И все-таки международный терроризм ООП оказался успешным в том отношении, в каком потерпели провал арабские войны против Израиля. Он нанес еврейскому государству значительный политический урон. Террор вывел ООП на мировую арену и вызвал доверие к заявлениям ее представителей, согласно которым террористические акты являются выражением палестинского отчаяния. Первоначально теракты ООП воспринимались не как действия хорошо отлаженной машины, финансируемой дюжиной богатейших государств, но как поступки обездоленных и отчаявшихся одиночек, которым нечего терять. Каждый раз, когда палестинские бомбы взрывались в Париже, Лондоне или Риме, представители ООП поспешно объясняли, что данный акт насилия порожден палестинской проблемой и что насилие не прекратится до тех пор, пока не завершится израильская оккупация палестинских земель. В 1972 году, вскоре после того, как я приехал в США для учебы в университете, ООП учинило знаменитую резню на Олимпиаде в Мюнхене. 11 израильских спортсменов были убиты. Еще до этого чудовищного теракта ООП успело взорвать несколько пассажирских самолетов и убить американского посла в Судане, однако название палестинской организации не было тогда еще широко известно на Западе. Весть об убийстве в Мюнхене застала меня в гостях у израильского профессора, преподававшего в университете Брандиса в Массачусетсе. «Ну, — сказал один из гостей, — теперь, по крайней мере, все будут знать, что это за люди». Профессор отреагировал мрачной репликой. «Именно так скоро все будут знать об этих людях». Он оказался прав. Спустя очень небольшое время ООП вошла в сознание каждого человека на Западе, да и на Востоке. И чем больше становилось известность этой организации, тем большее число людей приходило к выводу о том, что «Палестина», в кавычках, должна быть «освобождена», в кавычках. Государства мира одно за другим стали склоняться на сторону террористов. Иные политические лидеры с доверием воспринимали утверждение ООП, согласно которым террористы этой организации борются за права человека. Другие поддавались откровенному шантажу. Бесконечная череда убийств, увечий и захватов заложников оказала свое воздействие на общественное мнение, и многие люди уверились в том, что «бедственное положение палестинского народа», в кавычках, является главной политической несправедливостью нашего времени, несправедливостью, требующей немедленного исправления. О том, насколько удачной оказалась террористическая тактика ООП, свидетельствует заявление президента США Джимми Картера, сделанное в 1976 году. Нельзя уйти от понимания того, как близки и взаимосвязаны история, чаяния и судьбы двух многострадальных народов – евреев и палестинских арабов. Палестинцы страдают от бездомности, будучи рассеяны среди многих других народов, и их стремление к самоопределению и обретению собственного Отечества находит твердую поддержку во всем мире. Конец цитаты.